Комплекс упражнений для тех, кто работает сидя, у кого затекает таз и ягодицы, спина и шея. Первое упражнение – наклоны в положении сидя. Обратите внимание, руками необходимо тянуться к полу как можно больше и все движения делать на выдохе. 9 плюс 1 раз, точнее 1 плюс 9. Первый раз пробный и дальше 3 подхода по 3 раза. Обязательно меняем ногу. Грушевидная мышца очень важна для положения крестца. Поэтому, если сделать это упражнение только с одной стороны, крестец может сместиться в сторону. Следующее упражнение позволит вам размять затекший позвоночник до среднего отдела. Это упражнение – скручивание с усилием. Для того, чтобы его выполнить, необходимо ухватиться. Плотно ухватиться рукой за сиденье стула и с усилием на выдохе поворачиваться в противоположную сторону. Все делаем на выдохе 1 плюс 9 раз. 1 пробный и дальше 3 подхода по 3 раза. Каждый раз с новым подходом мозг будет воспринимать это упражнение как что-то новое. Третье упражнение позволит вам растянуть затекшие мышцы, связки и суставы верхнего грудного и шейного отдела позвоночника. Необходимо схватиться за сиденье стула с противоположной стороны и наклонять голову и немного корпус для того, чтобы почувствовать растяжение в трапециевидной области. Сейчас я покажу, где эта область. Можно помогать себе противоположной рукой, но в этом нет никакой необходимости. Достаточно делать это упражнение плавно, с максимальной амплитудой и только на выдохе, не торопясь. Обратите внимание, насколько плотно должна рука хвататься за сиденье стула, на котором вы сидите. Желательно, чтобы стул был не вращающийся, но даже если стул вращается, такого хвата будет вполне достаточно, чтобы стабилизировать ваш корпус относительно таза. И еще раз, все движения делаются только на выдохе. В этом упражнении растягивается трапециевидная область. И, наконец, завершающее упражнение поможет вам сбросить напряжение с шейного отдела позвоночника, как с его нижней, так и верхней части. Руки необходимо сложить замком, положить на затылок. Опуская локти вниз, добиться ощущения растяжения в подзатылочной и задней шейной области. После этого на каждый выдох поворачивайте голову при помощи локтей в разные стороны. Ощутите, как расслабляются и растягиваются мышцы по заднебоковым поверхностям шеи. Усилие должно быть умеренным. Делайте упражнение обязательно на выдохе. 1 плюс 9 раз. 2 плюс 9 раз. 2 плюс 9 раз. 2 плюс 9 раз. 5 плюс 9 раз. 5 плюс 9 раз. 5 плюс 9 раз. 7 плюс 9 раз. Продолжение следует...